всем привет сегодня будем проводить профилактическое лечение всего нашего маточника всех наших производителей подростков дискуссов значит отсадил сейчас их в один отдельный аквариум сделал такую рацию надеюсь этого им хватит тут всех производителей посадил кобальтов даймондов бирюзовых корейских туркальцев пиджинов коричневого такого 240 литровый аквариум значит будем проводить обработку прозеквантелом прозенолом от игоря тигая значит будем этим препаратом работать значит сейчас что я сделал я отключил механический фильтр чтобы вода не испортилась так как биология немного рушится и отключил биофильтрацию в принципе чуть-чуть протока капает такими капельками на думаю особой разницы не будет потому что тут все равно просто крайне тут у нас таким образом сделан что полностью закрытым капельку капает на думаю очистки на разницы не будут значит сейчас я опускаю уровень воды чтобы примерно на 100 литров развести 240 240 литровый но я сделаю 120 литров температуру я опустил на пару градусов как бы у них 29 м сделали до 27 28 температуру потому что время обработки очень важно чтобы у них было хорошее насыщение кислородом что если при лечении прозеквантелом делать высокую температуру 30 31 градус то насыщение кислородом в воде очень плохо происходит значит будем профилактировать их прозеквантелом от жабельных сосальщиков и от плоских червей вообще многие нам рекомендовали проводить обработку хлорамином т мы его заказали он сейчас лежит на почте но пока что препарат который мы еще ни разу не тестировали мы не будем применять слишком высокая ставка риски обрабатывать весь маточник который дает нам малька и потомство поэтому рисковать не будем хлорамин т попробуем мы применить как-нибудь попозже на каком-нибудь какой-нибудь одной рыбки на подростках наверно что-то не жалко было именно прозеквантел чем не на чем он не нравится что он работает от жаберников от плоских червей и там от каких-то вроде бы кожных паразитов но это не точно он более мягкий препарат то есть рыба от него ну как сказать в шоке не стоит он лучше переносится рыбами если допустим мы вот сделали профилактическую я обработку сделал всех дискуссов всего малька прозеквантелом предпродажная подготовка на четуркисовый обработал вот еще одних рыбах обработал я повтор прозеквантелом надо делать через семь дней чтобы убить ну не убить так сможет сократить количество цист еще самое главное у мальков у всех я сейчас закрыл протоку так как вроде бы кто-то подсказывал что протока работает только если большой объем аквариума то есть от 250 литров хотя бы то я думаю будет работать еще если гео ячейка будет хорошая поэтому у всех там морков у скалярии особенности у которых при протоке вода мутнеет так как вымывается биология значит я выключил протоку пиджинам всем которые продаем там скалярии выключал протоку вот даже вот эти у нас тут есть леопарды там мозаичные мозаик леопард там точечные рапшины вот я им как только отключил протоку и температуру опустил до 28 29 градусов они вот реакция сразу начали активно кушать начали на рефлекс руки кормежки подходить в общем вот такая вот рыбка вот в ростове купили рыбку вот такой вот дискус тут у нас плавает сейчас они у нас активно кушают фарш скалярии обрабатывать паразиквантелом я не буду то я думаю не имеет смысла поскольку как я считаю скалярии они более устойчивы к разным паразитам они даже крепче возможно может быть паразиты у них совсем другие в отличие от дискуссов но я этого особо утверждать не могу еще опыта в этом деле нету но скалярии отдельно отсадил принципе малек здоровый не болеет не погибает значит паразитов нету рыба у нас сильные эти вот разные скалярии поэтому скалярии обрабатывать я не буду буду обрабатывать исключительно дискуссов повтор обработки будут через семь дней значит паразиквантелла вносится согласно инструкциям 5 миллилитров на 100 литров аквариумной воды что ж проведу обработку сделаю 50 процентную подмену воды рассаживать я их наверное и возможно не буду и через недельку повторной обработкой после повторной обработки я их уже будут рассаживать обратно в их аквариумы пустые значит а те которые у нас производители какие-то на нересте какие-то с мальками стоят их наверное возможно я вместе с мальками празиквантелла обработаю только тогда когда они уже будут полностью переведены будут на жесткую воду так значит влил я сюда 6 кубиков празиквантелла на 120 литров вот такая сразу реакция началась сразу вспенивается сильнее вода аэрацию я сильнее усилил поэтому на 12 часов нашу этот данный препарат завтра в 5 утра буду вставать и делать 50 процентную подмену наверное часть залью отстойного водопровода часть наверное залью из запущенного аквариума аквариумную воду так ну и запущу наверное биофильтр забыл самое главное во время обработки я не буду закрывать крышками аквариум чтобы здесь была вентиляция поступал какой-то воздух если закрыть крышки то рыба просто задохнется это первое второе поднимется сильно температура и она может свариться значит сейчас у них тут температура 28 градусов этого более чем достаточно чтобы была хорошая насыщаемость кислородом так всем доброе утро значит прошел денечек вот рыба как себя чувствует после первой обработки празиквантелла вся рыбка яркая хорошо себя чувствует аэрации это и хватило см поднял температуру с 28 до 29 30 градусов значит в 5 утра сегодня встал пораньше сделал подмену воды значит 25 процентов налил воду из запущенного аквариума где скалярий находится и 25 процентов отстойного водопровода значит так здесь выглядит у нас рыбка мне здесь на синем фоне очень нравится как выглядят красные дискуссы и пиджины поэтому я здесь на синих красных оставлю в этот аквариум и скалярий так скалярий наверное оставлю никуда сажать никого не буду вот тот дальний аквариум там на спиной сидят вот туда я посажу наверное и рыбку нашу тут у нас есть подростки я посажу наверное подростков кобальта посажу оленкера самочку сан мира у нас тут есть и им и наверное каких-нибудь других подростков может мозаичного леопарда посажу а бирюзовых королевских туркисов и пару даймондов я посажу другую аквариум на этом все всем спасибо за просмотр пускай ваша рыбка никогда не болеет